Добрый день, уважаемые коллеги. Компания Директ Медиа поздравляет вас с Новым Годом и рада вас видеть на нашем очередном вебинаре. Мы назвали его Рождественский вебинар. В это время мы дарим друг другу подарки и желаем себе и другим всего самого лучшего повторно после поздравлений с Новым Годом. Рождество это еще один великий праздник. И сегодня у нас с вами наш старый добрый друг Александр Николаевич Гущин представляет совершенно новую уникальную тему. Она имеет особенность, что он будет говорить о том, как можно обучать и как нужно на самом деле обучать проектному мышлению с помощью онлайн технологии. И вот вы здесь уже начали друг другу представляться, отвечать на вопрос о том, какой у вас есть опыт, какое у вас есть отношение к проектному мышлению. Стали задавать вопросы, а какой опыт есть у Александра Николаевича. И он сейчас нам ответит на этот вопрос. На самом деле мы должны еще и спросить Александра Николаевича, а какие еще виды мышления бывают? Неужели существуют кроме проектного мышления и другие? И нам хорошо бы знать в чем отличие проектного мышления от других? Может быть действительно в нем есть великая польза, о которой мы еще не знаем. Нас также будет интересовать, нужно ли проектное мышление домохозяйке или водителю, академику или министру, студенту и преподавателю. Или это можно только проектировщикам, которые занимаются проектированием территорий, зданий, каких-то энергетических, инженерных, космических проектов, какой-то особой касты людей. Или это проектное мышление нужно каждому из нас. В общем я не буду дальше отвлекать ваше время драгоценное от нашего докладчика, спикера Александра Николаевича. Вам слово. Добрый день. Юрий Николаевич, здравствуйте коллеги. Всех поздравляю с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством. В чате мы сделаем еще таким образом, здесь есть вкладочка вопросы, значит какие-то большие такие основательные вопросы лучше задавать там, потому что они тогда точно не потеряются, я точно на них отвечу. Потому что в чате он все время меняется и можно какой-то вопрос пропустить. Вебинар называется обучение проектному мышлению с помощью онлайн технологий. Если говорить, Юрий Николаевич просил меня представиться, рассказать свой опыт по управлению проектами, то я вкратце могу сказать, что я работал начальником научно-исследовательской лаборатории, которая занималась разработкой геоинформационных систем. И в рамках вот этих геоинформационных систем я у себя внедрил проектные технологии, создал то, что называется проектным офисом. И это позволило очень успешно работать компанией, улучшило значительно ее показатели. Следующий опыт был в ВУЗе, когда я занимался хозрасчетной деятельностью и выигрывал муниципальные контракты, набирал команду исполнителей на эти темы и мы выполняли муниципальные контракты. Ну, потом перешел просто на чисто преподавательскую работу и большой список у меня всяких участия в конкурсах, творческих работ и тому подобное. То есть, вот примерно такой опыт работы в области проектного управления. Значит, тут у нас кто-то говорит про звук, звук прерывается. Вот так вот хорошо будет, если я поближе сделаю микрофон. Поставьте плюсик, кому хорошо слышно. Ну, ладно, все, тогда я буду в микрофон говорить. Следующий момент, с которого мы начнем обсуждение. Вот здесь общий план вебинара показан. Мы разберем, что такое проектное мышление. Посмотрим общую структуру курса. Посмотрим, как используются компетенции в курсе. Чем определяется и тренируется эмоциональный интеллект. И послушаем мнение студентов. Первое, с чего я хотел бы начать. Я хотел бы начать, вернуться немножко к предыдущему. У меня был вебинар и есть небольшой курс, который назывался «Практика регистрации электронных ресурсов как интеллектуальной собственности». И я зарегистрировал свой курс, который называется «Школа проектного мышления». Я там рассказывал, как регистрировать этот курс в РИНЦе. РИНЦ – это база данных, российский индекс научного цитирования. И каждый уважающий себя преподаватель обязан там иметь какие-то статьи, которые он потом предъявляет к отчету. И проблема была всегда в том, что трудно было зарегистрировать, непонятно было, что делать с электронными ресурсами. И сейчас, в принципе, эта проблема снята. Можно регистрировать курсы в РИНЦе. И вот здесь как раз на слайде показан скриншот из базы данных РИНЦевской. И здесь написано, что курс «Школа проектного мышления» в скобках «Электронный ресурс», курс для дистанционного обучения, он зарегистрирован как учебное пособие. Зарегистрирован как учебное пособие. И показаны ссылки для перехода на портал «Библиоклуб» и ссылка с описанием курса. После того, как мы переходим на портал, мы еще должны поговорить о том, что такое проектное мышление. Почему курс называется «Школа проектного мышления» и почему проектное мышление выделено в особую... Почему я назвал курс именно таким образом? Почему проектное мышление в особую тему выделено? Ну, и бывает ли другое мышление, как Юрий Николаевич сказал, что нужно ли оно домохозяйке? Здесь можно сказать, что... Я потом могу привести вам отзыв одной студентки. У меня там есть самопрезентация, где она написала, что ее самый удачный проект, это когда она сидела со своими двумя племянниками. Поэтому, видимо, проектное мышление нужно и домохозяйке. Из этого следует. А так, если говорить, то... Весь опыт, который у меня есть, говорит о том, что любой проект развивается настолько успешно, насколько хорошо он сформировался, сформирован его образ, его видение, сформирован в голове у руководителя. Это решающие условия того, что проект будет реализован. И для того, чтобы достичь цели, своей цели достичь, руководитель должен ясно видеть конечную цель, видеть путь, ведущий к ней, и строго следовать вот этому пути, этой цели. И ясность и точность видения будущего проекта, она как раз и определяет то, насколько хорошо у него будет развиваться ситуация его проектная. Следующая составляющая проектного мышления, это эмоциональный интеллект. Потому что проект это сугубо коллективный вид спорта. И для того, чтобы его выполнить, приходится взаимодействовать со множеством людей, людей, заказчиков, заинтересованных лиц, исполнителей и так далее. Их очень много. И для того, чтобы успешно взаимодействовать с ними, необходимо понимать эмоциональный настрой людей. Необходимо развивать такую составляющую, которая называется эмоциональный интеллект. И мы тоже с вами эту тему рассмотрим, каким образом формировать этот эмоциональный интеллект в ходе изучения курса. Поэтому вебинар состоит из трех частей. Первая часть называется методическая организация курса. Я перечислю какие-то приемы методические, которые мне лично понравились и помогают успешно, эффективно проходить этот курс. Потом следующая часть будет дидактическая составляющая, то есть то, чему мы учим во время курса. И последняя составляющая – это отзывы студента. Итак, методическая организация курса. Курс состоит из восьми тем. Первая тема называется «Я руководитель». Вторая тема называется «Контекст». Основные понятия и термины. Третья неделя называется «Концепция проекта». Четвертая неделя называется «Структура работ проекта». Пятая неделя называется «Работа с экспертами и формирование команды». Шестая неделя – это «Расписание проекта». Седьмая неделя – «Бюджет и ресурсы проекта». И восьмая неделя – «Завершение курса». Я скажу следующее, опять же, по ходу дела, что курс построен таким образом, чтобы максимальная начальная нагрузка приходилась на первой неделе курса. Тогда, когда еще у слушателя есть энтузиазм. Некоторые психологи говорят о том, что есть такая, как они называют, долина смерти. Такой эффект, когда человек прошел две-три этих курса, ему это кажется сложным, у него падает мотивация. И большинство людей именно на этой стадии бросают прохождение курса. А для того, чтобы избежать этого эффекта, как раз нагрузка во время курса распределена именно таким образом, чтобы она уменьшалась к концу курса. И это позволяет слушателю более четко распределять силы и не терять энтузиазм, который у него есть, по мере прохождения этого курса. Следующая система, это понедельная организация. Следующая черта, которая есть в этом курсе, это понедельная организация курса. Я ее назвал каскадной организацией. Каскадная организация называется, потому что в управлении проектами последовательное выполнение всех этапов проекта называется каскадной моделью управления. Или каскадным способом выполнения. То есть она, это последовательная организация. Это с одной стороны, с другой стороны аналог, это компьютерные игры. Ну, все вы знаете там в компьютерных играх, стрелялки. Я прошел на какой-то уровень, там настрелял на сколько очков. Мне дали следующий уровень, я прошел на следующий уровень. Там другая пушка помощнее, я там еще что-то настрелял, прошел выше. Вот таким образом примерно построена вся организация курса. А именно, вот давайте рассмотрим первую неделю. Первая неделя называется, я руководитель. Здесь опять приведен скриншот с этой недели. Там написано, для каждой недели формулируется цель, что надо сделать. Для каждой недели формулируется задание, что он должен сделать. И критерии оценки. Это обязательный элемент для каждой недели. Потом, каждая неделя заканчивается отчетом. И на отчет настроен так, что средства, это настройка стандартными средствами Moodle. Он настроен так, что отчет за первую неделю будет доступен, если выполнены элементы компетенции руководителя. Это лекция. Анкета для самооценки руководителя. Тест выполнен на эмоциональный интеллект. И задание форума самопрезентации. После этого, когда три вот этих вот четыре составляющих выполнены, становится доступен отчет за первую неделю. Каждый элемент, вот показано здесь, как программируются элементы. Каждый элемент в Moodle у него есть такая штучка, которая называется настройки отслеживания. И вот здесь у меня по лекции написано, что студент должен получить оценку. За выполнение этого элемента. Здесь разные есть варианты настройки. То есть, может, студент может сам отметить этот элемент, как пройденный. Но я так не делаю. Я все настраиваю таким образом, что студент должен получить отметку за выполнение каждого элемента. И здесь показаны настройки для элемента, который называется лекция. После этого программируется условие в конечном элементе, в отчете на неделю. Это тоже стандартные настройки Moodle. Скриншот вот здесь показан тоже. И здесь видно, что настройки как раз сделаны таким образом, что за лекцию компетенции для руководителя элемент должен быть выполнен. Должен быть выполнен элемент, который называется анкета для самооценки. Должен быть выполнен элемент тест и самопрезентация. После этого становится доступным элемент отчет. А потом мы переходим к следующей неделе. И на следующей неделе точно так же в режиме редактирования настраиваем. И говорим, что следующая неделя откроется пользователю после того, как он сделал отчет за первую неделю. В результате у нас получается такая структурная, вот эта каскадная схема, когда пользователь находится внутри какой-то недели и должен выполнять эти задания. Почему я решил таким образом сделать и почему это оказалось намного удобнее? Проблема в том, что у человека всегда слишком большая степень свободы, она его лишает уверенности, скажем так. Не то, что раздражает, но лишает уверенности. И если вы сделаете курс, где 50-60 элементов, которые разбросаны по разным темам, которые он может выполнять в разном порядке, то я уверяю вас, что человеку будет некомфортно таким образом. И психологически вы знаете, что зона внимания у человека это 5-7 элементов, которые он может одновременно рассматривать. Поэтому в рамках такого подхода ему гораздо комфортнее чувствует себя в том случае, когда у него доступно небольшое количество элементов, таких вот 5-7, и он может выполнять какие-то действия, потом он их выполнил, получил допуск на следующий уровень и так далее. Это формирует у него определенную, на мой взгляд, формирует определенную уверенность психологическую, и ему в такой ситуации гораздо комфортнее, чем было бы просто так, если бы вы сделали весь курс, где все элементы доступны, он любой из них может изучить, пометить галочки и так далее. Но вот это моя личная точка зрения. Ну, в принципе, она, наверное, оправдалась, потому что мы потом посмотрим итоговые отзывы по этому курсу. Я считаю, что это решение оправданное, и это решение правильное. Ну, вот здесь вот хочу сказать, что поскольку здесь ноу-хау, то я еще раз привожу ссылку на свой курс, который в Ринце, чтобы можно было поставить эту ссылку, если вы где-то захотите там использовать какие-то методические приемы, которые здесь рассказываются. Мы, в общем-то, дружим друг с другом, поднимаем друг у друга индекс цитирования и вообще придерживаемся правовых отношений в сфере авторского права. Татьяну Викторовну Телегину прошу меня не бить за эту ссылку, потому что она наверняка оформлена неправильно, но, так сказать, пианист играет, как умеет. Ну, вот, Татьяна Викторовна, спасибо. Следующий момент, на котором надо остановиться, это то, что курс основан на компетентностном подходе. Компетентностный подход – это такая специфическая штука, которая, я считаю, по большому счету у нас не прижилась. Ну, собственно, и понятно, потому что она взята из чуждой нам традиции, из чуждой школы западной. Понимается она очень, как я бы сказал, у нас очень коряво. И, ну да, ссылку я правильно оформлю. Я забыл просто перед началом вебинара у Татьяны Викторовны спросить, как надо, поэтому я действительно извиняюсь, что, может быть, она неправильна. Оформлю правильно. Компетенции. Дело в том, что у нас привыкли традиционно, наша педагогическая школа, работать с верхним уровнем личности, со знаниями, умениями и навыками. А компетенции в западной традиции как раз отличаются тем, что они имеют личную ориентированность, личную ориентацию. И поэтому они как бы принадлежат к более глубинному слою личности. И я здесь использую подход, который есть в книжке Спенсеров. Книжка называется «Компетенции в работе». И там в Ринце, у меня есть на нее ссылка, там приводится модель айсберга, когда то, что мы видим на поверхности, знания, умения, навыки, определяется свойствами нашей личности. И компетенции рассматриваются как нечто среднее между глубинным слоем личности, то есть между мотивацией и между наружным слоем знаниями и умениями, которые представляют собой личность. Чем меня покорил этот подход? Тем, что я человек с естественно научным образованием, я кандидат физмат-наук, но когда я прочитал вот эту методику, этот подход, он меня стопроцентно убедил своей абсолютной достоверностью, воспроизводимостью, повторяемостью, то есть тем, что он отвечает вот этим научным таким критериям, которые приняты в естествознании. У них подход основан на проведенческих примерах, методика проведенческих примеров, которые, когда экспертов опрашивают, просят их вспомнить какие-то случаи из своей профессиональной деятельности, и они с помощью добровольцев провели очень большой опрос, там у них было 20 тысяч анкет, потом их математически обработали, получили в результате 12 компетенций, из которых каждую компетенцию можно измерить по нескольким шкалам. И вот здесь пример приведен, уровень компетенций. Компетенция называется воздействие, оказание влияния. Это одна из самых необходимых, востребованных компетенций, которые есть у руководителя, которые необходимы руководителю, то есть руководитель должен уметь убеждать, я не говорю, что он обладает харизмой и прочее, но по крайней мере он должен уметь убеждать людей в том, что его точка зрения правильная. И вот это вот все, все качества, харизма, умение убеждать людей, они в них сформулированы в виде компетенции, которая называется воздействие, оказание влияния. Вот эта компетенция, у нее есть две шкалы. Две шкалы, первая шкала называется расчет воздействия определенных слов или действий на других людей. И вторая шкала, различные варианты прямого убеждения. Так вот, различных вариантов прямого убеждения, там тоже несколько типов, то есть она как бы уже разбита по, уже конкретно по степеням, по градусам. И вот один из градусов, один из уровней навыка по этой шкале, звучит так, пользуется методом прямого убеждения, обращается к причине, к данным, к более крупным целям, использует конкретные примеры и поддержку слушателей. То есть это необходимый, необходимый любому руководителю уровень развития компетенции, то есть по крайней мере, который говорит о том, что по крайней мере человек, который, у него есть какие-то претензии на руководство, он должен уметь убеждать человека для того, чтобы строить логично свою речь, приводить аргументы, обращаться к причине, к данным и так далее, для того, чтобы использовать методы прямого убеждения, для того, чтобы оказать влияние и сменить точку зрения у собеседника и перевести его на свою сторону. Теперь посмотрим, как эти компетенции реализованы. Вот на первой неделе у него есть несколько заданий, которые он должен выполнить. Первое, вот здесь, показано таким значочком в виде нескольких связанных прямоугольничков. Это лекция, которая называется «Компетенции руководителя». Он должен просмотреть лекционный материал, потом он должен заполнить анкету для самооценки руководителя. Вот эта анкета для самооценки руководителя, она составлена в точности по тем вопросам, которые были для каждой компетенции. То есть, если перейти на предыдущий слайд, то вот здесь вот ему задается, если уровень навыков, компетенции формулируется, как пользуется методом прямого убеждения, обращается к причине данным и более крупным целям, то в анкете задается вопрос, пользуетесь ли вы методом прямого убеждения, обращаетесь ли к причине, к данным, более крупным целям и так далее. То есть, вот эта вот анкета для самооценки руководителя, она в точности соответствует той структуре компетенций, той структуре навыков, которые необходимы. И следующий элемент, который используется, это самопрезентация. Самопрезентация построена вот таким образом. Она представляет собой форум, на котором каждому слушателю дается задание рассказать о своих двух проектах, самым удачным и самым неудачным. И задаются вопросы. Постарайтесь ответить на следующие вопросы. В чем заключалась цель и задача проекта? Какие события привели к его инициализации? Каковы основные заинтересованные стороны? Мотивация проекта, руководителя, что вы думали, чувствовали? И что сказали, сделали на самом деле? И каков был результат? Вот эти вопросы, которые задаются, они в точности соответствуют тем вопросам, которые раздавались в интервью по поведенческим примерам в той книжке, которую я уже цитировал, которая называется «Компетенции в работе». Вот они тоже брали экспертов, задавали им такие вопросы, и я решил оттуда это заимствовать. Такого не может быть, чтобы не было опыта реализации проектов. Студенты раньше мне задавали такие вопросы, а сейчас уже перестали задавать, потому что такого не может быть. Почему не может быть? Потому что проект это, по определению, это любое мероприятие, которое выполнено в рамках ограниченного времени, бюджета, и которое имеет уникальную конечную цель. Поэтому сейчас уже вот говорю, что мне одна студентка, например, описала как мероприятие, месяц, который она провела с двумя своими племянниками. У племянников уехали родители, оставили племянников на ее попечение, и она рассмотрела это как свой проект. Причем рассмотрела как проект удачный. То есть, видимо, ей понравилось сидеть с племянниками. Поэтому ответ на этот вопрос всегда бывает у человека удачный проект, всегда бывает неудачный проект, если подходить с точки зрения того, что вот с точки зрения определения, что это какое-то мероприятие, которое выполняется в рамках ограниченных ресурсов, времени и денег, и имеет результатом какую-то вполне определенную цель. Тут поэтому всегда найти это можно. Следующая тема, на которую мы должны поговорить, это, я сказал, что одна из составляющих проектного мышления, это эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это способность человека распознавать эмоции, понимать намерение, мотивацию, желание других людей, понимать свои собственные эмоции, также управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения практических задач. Существует множество, ну не множество, но там три основных модели эмоционального интеллекта. Они там разными, так сказать, исследователями, они по-разному трактуются. Но тем не менее, есть такие уже сейчас более-менее общепринятые модели, которые уже доведены до стадии практической, оформлены в виде тестов, и можно уже их использовать в практике. И в качестве вот здесь вот эмоционального интеллекта, опять же вернемся к первой неделе, здесь есть два элемента, которые называются тест на эмоциональный интеллект и отчет за первую неделю. Ну тест на эмоциональный интеллект, это стандартный тест, который психологами принят, он называется там тест Райбаха для руководителей. И он скорее не выполняет какой-то особенной такой роли, он предназначен скорее для того, чтобы привлечь внимание слушателей к этой проблеме. А вот и настоящий такой истинный способ работы с эмоциональным интеллектом является следующий. Он показан в недельном отчете. Все недельные отчеты, какие есть, они имеют одинаковую структуру. И в каждом недельном отчете требуется следующее. Надо сказать, что было сделано на этой неделе, сколько потрачено времени на каждую работу в часах, что планируется сделать на следующей неделе, какое суммарное время планируется потратить на выполнение работ, опять же, в часах, и преобладающую эмоцию во время выполнения курса. Дело в том, что психологи со своими теоретическими изысканиями, так сказать, они остаются, да, это наука, психология, это наука, там есть какие-то изыскания, но наиболее действенным средством работы с эмоциональным интеллектом является самонаблюдение. Вы помните, что в 18-19 веке все вели дневники, записывали там свои события и так далее, которые происходят у нас в жизни. И вот если вы будете практиковать такое самонаблюдение, то есть записывать какие-то свои эмоции, которые у вас были в течение дня, в течение недели, то это и есть самое эффективное средство тренировки своего эмоционального интеллекта. Потому что надо научить человека прежде всего наблюдать за собой. Для того, чтобы он распознавал эмоции других людей, прежде всего его надо научить наблюдать за своими эмоциями. И поэтому в качестве вот такого за 8 недель его, конечно, не научишь, но тем не менее какое-то представление об этом он получит. И поэтому в отчете за каждую неделю, здесь за первую неделю получен показан отчет, а вообще эти отчеты делаются за каждую неделю, и вот там требуется указать преобладающую эмоцию во время выполнения курса. Ну и предыдущие вопросы, они просто направлены на то, чтобы человек следил за собой, чтобы он отмечал, что он выполнил, сколько на это время непримерно затратил, и суммарное время, которое планирует затратить на следующей неделе. Я здесь не использую каких-то больших таких навыков тайм-менеджмента. Я считаю, что просто регулярное повторение вот такой процедуры, примерно как самонаблюдением, оно у человека постепенно дисциплинирует, и он все равно будет планировать лучше. Это вот, знаете, такая ситуация, которая наблюдается во многих вещах в стратегическом планировании, еще где я считаю, что процедура важнее результата. То есть, если мы чем-то регулярно занимаемся, то потом постепенно начинает приходить результат. Но это, опять же, моя субъективная точка зрения. Дальше, следующий момент. Следующий момент, это мы рассмотрели содержательную часть того, что подразумевает компетентностный подход в курсе. То есть, мы рассмотрели те элементы, которые способствуют, так или иначе, связанные с формированием компетенций на содержательном уровне. А можно оценивать компетенции на уровне формальном, на уровне формальном средствами Moodle. И вот здесь вот показано, каким образом происходит такая оценка. Значит, в Moodle есть понятие показателя, и я туда добавил пять показателей, которые соответствуют названиям компетенций. Значит, здесь есть воздействие и влияние, ориентация на достижения, командная работа, аналитическое мышление, инициатива. Вот пять основных компетенций, которые необходимы руководителю. Они средствами, они добавлены в Moodle с помощью стандартных средств. Дальше мы делаем следующее. В Moodle есть возможность каждый элемент привязать к компетенциям. То есть здесь показан скриншот с компетенциями, и показано, каким образом проставлены галочки, для того, чтобы... Сейчас, Юрий Николаевич, закончил. Вот, проставлены галочки, которые, по моему мнению, означают, на какую компетенцию работает данный элемент. Все, выкрою. Александр Николаевич, давайте попробуем задать вопрос нашим коллегам. Вы, на мой взгляд, впервые в России, впервые, реально на практике, используете метод измерения компетенций и показываете его нам. Показываете на примере реальных, живых, студентов, слушателей. И зададим вопрос. А кто еще из наших слушателей? Может быть, вот здесь Татьяна Викторовна, я ее считаю уже экспертом в технологиях, в обучении, ответит на этот вопрос. Повторю еще раз вопрос. Есть виды учебной активности? Такие как семинары, эссе, какие-то контрольные, лабораторные и так далее. Мы за них всю жизнь ставим оценку. Хотя в рабочих программах пишем еще и компетенции. А вопрос заключается в том, кто измеряет эти компетенции. Александр Николаевич ставит галочки за одну работу. Например, аналитическое мышление у студента присутствует. А инициатива, как компетенция в данном задании, он ее не увидел, не поставил галочку. Применяете ли вы метод измерения компетенций в обучении? Спасибо. Вот Людмила Сергеевна ставит плюс. А еще кто? Алло? Людмила Сергеевна, тезка Васильевой Торшилова, вот две тезки, Анна Васильевна. То есть вы за одно задание, за вид активности, ставите несколько методов. Несколько. И где-то их учитываете. В журнале мы обычно ставим пятерка за семинар, или четверка. Но где мы отмечаем наличие компетенции в данном задании? Смотрите, оказывается, у всех такая практика есть. У всех такая практика есть. Я не вижу Татьяну Викторовну. Я знаю, что у нее есть микрофон. Ну, конечно, субъективно. Каждый из преподавателей всегда субъективно ставит оценку в зачетную ведомость. Всегда. Это его субъективное мнение. Не вижу я. Так, Мария Александровна что-то грустит. Сообщите нам причину. Изобразила с малюком Татьяну Викторовну я не вижу. Итак, Александр Николаевич. Мы увидели отличную картину. А мы увидели еще реплики. Пусть сам себя оценивает. А преподавателя как бы не надо спрашивать, что он думает про результат этого задания. Давайте посмотрим дальше, как у вас это достигается. И снова зададим вопрос потом коллегам. Так ли они это осуществляют или нет? Включайте. Я рад, коллеги, что у нас такая продвинутая аудитория, которая оценивает компетенции своих слушателей. Я использую стандартные настройки Moodle. И здесь настройки для одного элемента. Справедливости ради, да, еще надо справедливости ради сказать, что это не для всех элементов делается. Для тех элементов, для которых такой системы нет, можно сделать настройку через идентификатор элемента. То есть присвоить элементу идентификатор и потом в итоговой шкале его отразить. Ну, это такой технический момент. Потом, если кому-то интересно, я потом покажу. В результате вот у меня есть такой элемент задания. И вот за задание я могу ставить там дифференцированные оценки. Вот здесь показан скриншот. По каким-то еще не поставлено, по каким-то поставлено. Этот элемент называется для выполненного задания. Там такая есть штучка в Moodle, куда пользователь вкладывает свой файл. Я смотрю этот файл и вот могу дифференцированным образом оценить то, что там... Еще раз, коллеги. Видите, как он работает? 10 баллов шкала максимум за это задание. А эта оценка подразделяется на несколько подпунктов. Каждый означает некую компетенцию. Вот в чем и изюминка. Вот я об этом спрашиваю, коллег. Вы умеете, вы знаете такой метод? Скажу сразу, что в Америке, в Европе именно так и работают наши коллеги. Они к сертификатам компетенции предлагают подробное их оценивание. Да, он отличник, но в каком-то пункте у него какая-то компетенция работает хуже. У нас такого нет. А у Александра Николаевича, вот пожалуйста. Спасибо. Включаем. Знают ли слушатели? Ну, поскольку были студенты, то студенты не знают. Честно сказать, для студентов эта система избыточная. Студент заинтересован, чтобы получить оценку. Ну, я ему могу сказать там в дружеском порядке, что вот у тебя вот надо такую-то вещь подтянуть или такую-то. Но, как правило, для студентов эта система избыточная. Эта система больше ориентирована на тех, кто, может быть, захочет каким-то образом прийти на этот курс, независимо от студентов. И там ему будет, там такому слушателю ему будет интересно узнать о себе, какие у него развиты компетенции, какие не развиты, недостаточно. Так вот, все эти дифференцированные оценки, они потом складываются в общую оценку. Вот такую, в Moodle тоже есть вот такие настройки. Здесь мы видим, что итоговая оценка за курс, сейчас столько-то баллов, она складывается из оценки за воздействие и влияние. В эту оценку входят вот такие-то элементы конкретные. И там стоит шкала. Ну, я говорю, там шкала качественная была поставлена великолепно, хорошо там и так далее. Вот у них есть такая шкала. Ну, все это редактируется, настраивается, и в результате получается такая общая оценка за курс, которая может быть... Сейчас вот говорю, что для нашего образования со студентами она даже избыточна, на мой взгляд. Но, тем не менее, она есть, и она может быть, наверное, интересна человеку, который придет со стороны. Вот я на это рассчитываю, что человеку, который приходит со стороны, такая система оценки будет интересна. Ну, студентам... Понимаю, да. Да, но дело в том, что... Вот замечание было, что для американского студента главное набрать нужное количество зачетных единиц кредитов. Ну, совершенно верно, но каждый кредит, те кредиты, которые получаются за дисциплину, они как раз ставятся на основе вот этой системы, такого подхода. У них там это все расписано, формализовано, и достаточно четко оно разложено по полочкам. Поэтому это утверждение, оно никак не противоречит тому, что я говорю. Следующее, что мы должны посмотреть, это как в целом... То есть, я сказал, что вебинар состоит из трех разделов. Это методическая организация. То есть, мы рассмотрели какие-то определенные такие фишки, которые заложены в этом курсе. И сейчас посмотрим дидактическую организацию курса. То есть, чему, собственно, будет обучаться тот человек, который учится на этом курсе. Первую неделю там было показано... Ну, первую неделю достаточно подробно мы разобрали. А вот я не знаю, тут говорится, что по кредитной системе обучения есть разработанные критерии оценки знаний. Может быть и есть. Я допускаю, вполне возможно, что они где-то и есть, и они где-то используются. Но вот на практике я очень мало видел, чтобы они где-то использовались реально. Мир велик, поэтому может где-то используются. На второй неделе здесь хочу показать, что есть глоссарий по управлению проектом, и есть тест по результатам, на знание терминологии. И когда пользователи выполняют тест на знание, определений, то он тогда получает доступ к отчету, который должен сделать. Но это сделано, я еще раз говорю, что это сделано специально таким образом, потому что я специально распределил материал так, чтобы самые трудоемкие работы, вот и самые трудоемкие приходились на начало обучения курса, на первые несколько недель, когда у человека есть еще энтузиазм, когда он не угас. И в общем-то, ну, практика показывает, что это правильное решение. Тест это одна из самых сложных работ, потому что тест большой, там 45 вопросов, они такие заковыристые, и поэтому вот на второй неделе он выполняет тест. Следующая, третья неделя, она, по моему мнению, одна из наиболее интересных в этом курсе. То есть, здесь слушатель получает то, что называется сутью проектного управления. Сутью проектного управления, то есть он определяет цель своего проекта, представляет ее на форуме и пишет концепцию для своего проекта. То есть, это как бы задается, вот я еще раз повторяю, это задается суть, суть того проекта, который он будет выполнять. И после того, как он сделал необходимые работы, ему предоставляется доступ к отчету за третью неделю. То есть, отчеты, опять же, они построены все по стандартной схеме, про которую я рассказывал выше, и они включают в себя и оценку своего времени рабочего, планирования и оценку своего эмоционального состояния. Здесь вот представлена цель, шаблон для формулирования цели своего проекта. Шаблон этот построен следующим образом. Вот здесь вот в угловых скобках надо вставить свое, то, что слушатель, как планирует цель своего проекта. я говорил, что проект всегда выполняется настолько успешно, насколько хорошо он сформирован в голове у руководителя. И для того, чтобы это соблюсти, ему необходимо четкое формулирование видения цели и четкое формулирование цели. И поэтому здесь приводится шаблон для формулирования цели, в котором уже надо только подставить вот в угловые скобки ему что-то свое, и он получит сформулированную цель. Минус этого шаблона в том, что если он все это подставит, он получается очень длинный, и лучше надо литературно обработать, чтобы это было кратко. Но тем не менее, все основные моменты, которые необходимы, они здесь есть. Здесь написано, что проект, как он называется, для кого предназначен целевая аудитория, на которую рассчитан продукт, в чем интересы целевой аудитории, то есть, каковы основные потребности целевой аудитории, что является результатом выполнения проекта, и в чем конкурентное преимущество у этого проекта по сравнению с другими, или с текущей ситуацией, или по сравнению с другими проектами. Вот это основные моменты, которые любой руководитель должен сразу держать в голове, когда он начинает создавать какой-то проект. И если он их не проговорил, если он их не сформулировал для себя, то в конечном итоге у него мало что хорошего получится. Я еще раз повторяю, что здесь сразу он должен сказать, на какую целевую аудиторию рассчитан у него проект, каковы потребности этой целевой аудитории, и как проект будет удовлетворять потребности этой целевой аудитории, и в чем его конкурентное преимущество по сравнению с другими проектами, которые удовлетворяют эти же потребности аудитории. Вот если эти моменты руководитель проекта себе не представляет четко, то тогда он вряд ли получит что-то хорошее. И поэтому сразу проект, цель формулируется по шаблону. И уделяется этому большое внимание, там есть форум, где он должен представить эту цель, он обсуждается со слушателем, со слушателем, я там даю какие-то замечания. То есть это такая тоже большая и важная работа. И да, еще виноват концепция. Здесь есть тоже шаблон для разработки концепции, который уточняет и конкретизирует эту цель. И по этому шаблону руководитель тоже пишет свою концепцию проекта. И получается, что он таким образом, почему называется школа проектного мышления, то есть у него с помощью этих шаблонов формулируется определенный стереотип, как он должен ставить цель проекта, как он должен формулировать концепцию проекта. И для того, чтобы она была достаточно проработанной, цель и концепция проекта достаточно проработанной, для того, чтобы ее стоило дальше там, дальше в какие-то шаги в виде структуры работы, расписания проекта переводить в эту форму. Вот это содержание третьей недели. Потом идет четвертая неделя. Это структура работ проекта, когда на основании концепции проекта, который он разработал, создается структура работ проекта, она создается сейчас здесь вот одним способом, сейчас у меня двумя способами, она создается в виде либо интеллект-карты, есть модуль в модуле, который позволяет работать с интеллект-картами, либо просто с помощью таблицы Google. Ну, рабочие тетради для концепции проекта вы нигде не найдете, я вам честно скажу, потому что мне в свое время просто повезло, когда я работал с компанией Microsoft, и она открыла, так сказать, свой внутренний документооборот, я у нее оттуда эту таблицу, шаблон концепции вытянул. И он мне с тех пор верно служит, в обучении студентов, начиная от информатики и кончая архитекторами. То есть он оказался достаточно универсальным. Ну, я не знаю, где сейчас компания Microsoft закрыла доступ к своим внутренним ресурсам, и поэтому это я не вижу. Ну, вы знаете, на вопрос, что студенты отказываются работать в проекте онлайн, я такого, честно говоря, не видел, и мы потом в конце с вами посмотрим отзывы студентов, они наоборот говорят о том, что им нравится работать в онлайне, поэтому я как-то не могу представить себе такую ситуацию, чтобы они отказались. Вот те отзывы, которые у меня есть в распоряжении, им всем нравится наоборот. Я не формулирую название продукта вашего курса, нет, это каждый слушатель, он должен в ходе обучения создать какой-то свой проект, и поэтому он формулирует ту цель, которая ему интересна, тот проект, который ему интересен. Ну, про рабочий тетрадь я уже отмечал, вам отвечал, что я не знаю, где ее найти сейчас, я уже сейчас не видел чего-то похожего на это. Ну, а название продукта проекта, как я формулирую название ваше, еще раз говорю, что это вы формулируете, это не я формулирую, это вы формулируете так, как вам это нужно, так, как вам это интересно. Я просто отслеживаю формальную структуру этого определения в соответствии с шаблоном. Кто-то помогал из психологов с тестами, ну, с тестами там ничего сложного особенно нету, потому что все эти тесты находятся в свободном доступе. Темы проектов я не предлагаю, я просто обсуждаю их со слушателем, мы обсуждаем совместно, я помогаю просто ему эту тему конкретизировать, но я, как таковые темы, никогда не предлагаю студентам. И что самое интересное, мы посмотрим, вот у меня были студенты градостроительной специальности, они на этом курсе, нет, вернее, только одна студентка взяла и написала какую-то профессиональную цель по градостроительству, а все остальные написали открытие ателье, каких-то маникюрных мастерских, там, чего угодно. Ну, видимо, им это интересно, и поэтому я тут в этот процесс никак не вмешиваюсь. Да, конечно, конечно, это я отвечаю на вопрос, может ли школа проектного мышления иметь параллель с композиционным мышлением в режиссюре? В режиссюре, да, может, потому что я немножко теперь познакомился с архитекторами, у которых там всякое композиционное мышление и прочее, и поэтому я вижу, что есть такая общая основа. Ну, другое дело, что, может быть, как-то язык должен быть больше приспособлен к изложению вот тех вопросов по режиссуре. Ну, в принципе, я не вижу тут никаких принципиальных сложностей. Так вот, здесь вот показано интеллект, это карта, которую нарисовали студенты. Видите, они архитекторы, тут даже и разноцветно раскрасили, там всяко-разно. У них там, если почитать форумы, они жалуются, что вот цветов мало в палитре для раскраски и прочее. Но, по крайней мере, они вот расписали трехуровневую структуру работ. То есть, есть основная цель, есть как бы по второй уровень работ, который ее конкретизирует, есть третий уровень. То есть, творческий проект может быть рассмотрен как проект инженерный. Да, конечно. И не просто даже как инженерный. Это вообще отдельная большая тема, творческий инженерный проект. Поскольку я сейчас работаю в архитектурной академии, там тоже сплошь творческие проекты идут. Я бы сказал так, что не творческий проект рассмотрен как инженерный, а в общей проектной деятельности, если мы возьмем ее онтологическую составляющую, то есть общее ядро для инженерных и для творческих проектов. Собственно, поэтому вот эта идея была заложена в курсе, которая называется «Школа проектного мышления», потому что есть общее ядро для разных видов деятельности, потому что проектная деятельность, она в общем имеет общую составляющую для тех и других проектов. Ну, у всех этот модуль работает. Не у всех этот модуль работает для тех, у кого студент... Потому что по двум причинам. Этот модуль не является... Он как бы не работает в том случае, когда двое человек одновременно к нему обращаются, а у многих проблемы с тем, как запустить флеш, поэтому у них сейчас есть другой способ. Там я сделаю еще им таблицу. У кого не получается так, может сделать по-другому. Следующая неделя, она посвящена работе с экспертами и формированию команды. Здесь тоже есть лекционный материал, который они должны пройти. Отметиться на форуме и получить доступ к отчету за неделю. Шестая неделя, она сложна... Вот здесь, кстати говоря, как раз пятая неделя, это самая легкая неделя в смысле трудоемкости, то есть им меньше всего надо потратить усилий, чтобы ее выполнить, потому что люди должны, так сказать, отдохнуть после того, как что-то сделали и с тем, чтобы у них мотивация не менялась. Меня просят уточнить основную смысловую сквозную для организации проектного мышления и может ли оно иметь параллель с композиционными. Я же сказал, что ответил на этот вопрос, что оно не просто может иметь параллель, а проектная деятельность в режиссере, проектная деятельность в инженерных делах, она имеет общее ядро. И поэтому, используя вот это общее ядро, конечно, и те навыки, и приемы, которые есть, конечно же, можно создавать и творческие проекты, и архитектурные, и градостроительные, и проекты, которые в режиссуре, и проекты инженерные. Потому что есть общее ядро. Все, я вроде ответил на этот вопрос. Дальше шестая неделя, потом седьмая неделя, а вот да, про шестую неделю. Значит, дальше здесь предполагается, что задание недели сформулировано так, что пользователь должен одну из двух программ взять, либо MS Project, либо Project Libra, свободно распространяемая, установить ее у себя, и превратить структуру работ в расписание проекта. И здесь, соответственно, ссылки на видеоуроки и на форум, для тех, кто устанавливает программы. Седьмая неделя, это бюджет проекта, то есть помимо расписания, он должен ввести туда ресурсы, которые необходимы для проекта, и получить полноценный план, и представить мне вот здесь, где написано, для готового проекта с ресурсами, он должен этот план представить, и там есть возможность поставить ту дифференцированную оценку, которую я вам показывал на предыдущем слайде. Могу там ему поставить за аналитическое мышление, там еще за какие-то качества. скром методы, я, честно говоря, где-то у меня был один раз в самом начале, в обведении, я какую-то, я их использовал, когда у меня были проблемы с флешем. Флеш у меня что-то не шел, и я как-то их через скром подключал. А так, в целом, я пока не вижу необходимости здесь их использовать. Седьмая неделя, в результате, здесь показаны методы оценки, для строительства, но и используются методы экспертной оценки. То есть, в лекции обеспечиваем проект ресурсами, там есть методы экспертной оценки стоимости, и они с помощью этих методов экспертных оценок стоимости оценивают какие-то свои стоимость работ, и обсуждают это на форуме, и вводят в готовые проекты. Потом, после того, как все выполнено, получают доступ к отчету за седьмую неделю. Восьмая неделя, это неделя, посвященная завершению курса. Здесь цель формулируется так, изучить процедуру завершения проекта, мониторинга и завершения проекта, и выполнить еще раз. Здесь лекция, которая называется «Мониторинг и контроль хода выполнения проекта». В ходе этой лекции объясняется, зачем студенту нужны были отчеты, которые он заполнял еженедельно на всех стадиях проекта, потому что это составляющая процедуры мониторинга. Потом он еще раз заполняет анкету, про которую говорилось в первую неделю, анкету для самооценки руководителя, что, если захочет, может посмотреть, как у него изменились результаты. Еще обязательным элементом является постпроектный анализ. То есть, постпроектный анализ нужен в соответствии с общими принципами проектного управления, которые гласят, что любая информация по проекту должна быть отрефлексирована, записана, закреплена и использована в дальнейшем для получения опыта. Поэтому я придаю тоже достаточно большое значение этому, и постпроектный анализ здесь помечен как обязательный элемент, который должен заполнить каждый студент по завершению, когда он приближается к завершению курса. Ну и, соответственно, после этого ему доступен заключительный отчет, заключительный форум по курсу. Значит, постпроектный анализ, что из себя представляет? Он представляет из себя несколько вопросов, на которые слушатель должен ответить. Первый вопрос, что сделано. Раздел, что сделано, перечисляет те работы, которые завершены к моменту написания отчета. Что осталось незавершенным, если он какие-то не завершил. Чего следует избегать в будущем. То есть, какие ошибки он совершил, которые позволят ему в будущем избегать тех неприятных ситуаций, в которые он попал. Извлеченные уроки, что он понял, какие уроки извлек из изучения курса, из его прохождения, и что пригодится на будущее. Вот такой вот опросник, который называется постпроектный анализ. Ну, все, собственно, вот на этом дидактическую структуру курса мы завершили. И можем с вами посмотреть отзывы студентов. Вот я рассчитывал, конечно, даже, что будет больше времени посвящено отзывам студентов, потому что очень интересно читать, что пишут студенты, и как они смотрят на преподавателей, посмотреть вот на себя глазами студентов. Поэтому давайте вот первый отзыв, отзыв, который называется само... Так. Все, Илья Николаевич, даю слово, давайте. Александр Николаевич, я очень прошу потратить на это время наших коллег. Это история, это трагедия души студентов. Я прошу ее прочитать вот так, самым неудачным проектом является проект транспортно-развязочного узла в городе Екатеринбурге. Заинтересованные лица это я и кафедра. Целями проекта было создание многофункционально-транспортно-пересадочного узла, я не буду специфику рассказывать, архитектурную. Преподаватели изначально критично отнеслись к моей работе, руководители пытались продвинуть свои идеи, отвергая все мои, а за непослушание в кавычках снижали оценки. Я считаю такое поведение преподавателя самым неприемлемым и непрофессиональным в отношении студента. Был и такой момент, что мне упорно отказывались подходить и консультировать. Помимо этого их эмоциональный фон также сильно сказывался на оценках и на мнениях о моих наработках. Если уж мы говорим здесь правду и показываем свои эмоции, то скажу, тот семестр все работали не в полную силу, мало посещали занятия, что безусловно расстраивало, точнее злило руководителей. Но конкретно отхватило почему-то я. До сих пор не могу понять, почему ко мне так отнеслись, несмотря на то, что я переделывала свою работу неисчислимое количество раз, имела много наработок, зарисовок и действительно трудилась над этим проектом. Все мои идеи отвергались, об ошибках в проекте было сказано в самый последний момент или при сдаче, почему не раньше в скобках. Обстановка на консультациях была очень напряженной, преподавателям ничего не нравилось, я слышал только все не то и все не так. Для них наиболее важным были посещения, чем качество проделанной работы. Результат. В итоге все это кончилось очень неудачно. Моя единственная тройка за все время обучения в УЗЕ. Такой подход надолго останется для меня загадкой и несправедливостью. На протяжении всего семестра мне казалось, будто на меня за что-то обижены, что меня с кем-то путают, с кем-то, кого я ни разу не видел за все 4 года обучения и кому смогли просто взять и влепить первый тройбан еще в конце 4 курса. Говорят, сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Нет. Нет. Наверное, это было как эффект домино. Все не сложилось изначально, но почему я не понимаю. Я могу точно за себя отвечать, что работа над этим проектом я работала даже больше, чем над каким-либо до этого. Но должного эффекта мои усилия не возымели. Обидно, потому что проект был действительно интересным. Сама тема проекта. Но это вот по просьбе Юрия Николаевича я зачитал. А там есть мнение о интересной истории. Очень интересная история о том, как одна из студентов, ее знакомый попросил сделать эскиз круглого дома. Она делала эскиз дома, как вы знаете, все квадратной формы или прямоугольной. А ее какой-то заказчик, ее друг попросил сделать эскиз круглого дома. И когда она принесла на кафедру, тоже вся кафедра обалдела, ее тоже долго всяко разному рыжили. В конце концов, они как-то не пришли к тому результату, к которому которому они хотели. И вот эти самопрезентации, я говорю, что они переполнены разнообразными историями о удачном, своем неудачном опыте. И, как правило, если мы рассмотрим общение студентов с преподавателями, то типовая причина, вот на мой взгляд, это как раз неумение преподавателей услышать, чего хочет студент. Потому что у него бывает иногда, может быть, какие-нибудь немного сумасбродные, но тем не менее интересные идеи. И вот это неумение найти со студентом контакт, неумение услышать, ну, друг услышать друг друга. То есть, и преподаватели иногда не слышат, что говорит студент, и наоборот. Вот это как раз тема для не только для проектного мышления, но и для тренировки эмоционального интеллекта. Следующий отзыв вот той же студентки, я специально взял уже, думаю, раз такое дело, возьму отзывы этой студентки, хотя они все отзывы такие типичные. Вот это форум оценочное мнение по курсу. Мне очень нравится специфика этого курса. он отличается от других заданий тем, что мы выполняем его, потому что хотим. Когда у тебя есть время подумать, когда никто не торопит, и работа проходит размеренно и с желанием. Конечно, сама суть курса, теоретическая и практическая часть, тоже познавательна и полезна. Мне больше понравилось последние недели, где мы уже конкретно разрабатывали, считали, раскладывали по полочкам всю информацию. Мы писали рабочий план, расписание, высчитывали необходимое количество ресурсов и затраты. Это мне показалось самым интересным, может потому, что раньше я даже не представляла, как это делается, а все остальное хотя бы отдаленно где-то слышала. Я не очень люблю тесты, рассчитанные на то, чтобы понять свое я. Это, кстати, вот к вопросу о том, помогали ли мне психологи профессиональные. Вот здесь она говорит, что там все вот эти тесты, она критически их воспринимает. Я не очень люблю тесты, рассчитанные на то, чтобы понять свое я. Я считаю их бессмысленными и не особо конкретизирующими информацию о человеке, потому что конкретизировать ее нельзя. Там никогда не будет ответа, подходящего именно мне. Такое же и о других ребятах, можно сказать. Может, это слишком субъективно, но это так. Я думаю, лучше больше времени уделить практическим занятиям, разработке, концепцию, прогнозированию. Можно было бы включить в курс какие-то видео с лекцией известных спикеров и практиков, связанных с темой курса или с реальными событиями на данную тему. Было бы интересно послушать, если это технически возможно. А вот тест по глоссарию был довольно познавательным. Пришлось напрячь мозги. Насчет технических сбоев, да, неприятно. Было потеряно какое-то количество баллов и времени, но все это не критично. Спасибо большое, Александр Николаевич, за такое необычное и непривычное, но интересное задание. А еще у нас будет сертификат. Это прям бонус, бонус. И по постпроектному анализу, что ответил студент. Вопрос извлеченные уроки. Как я уже писал, порядок, структурированность, продуманность, взгляд в будущее, прогнозирование, компромиссы, планирование, стойкость. Это те характеристики, которые необходимы руководителю, и я постараюсь следовать им. Вопрос что осталось незавершенным. Хотелось бы, чтобы вы взглянули на работы по Microsoft Project. Интересно, насколько правильно я описал работы и присвоил им ресурсы. Этой программой я бы хотел пользоваться в будущем. Мне еще очень понравился глоссарий. Полезная вещь. Вопрос. Извлеченные уроки. Те уроки, которые вы бы извлекли при прохождении курса. Это прежде всего приобретенные навыки и полезный опыт. Как я уже писал, порядок, структурированность, продуманность, взгляд в будущее, прогнозирование, компромиссы, планирование, стойкость. Это те характеристики, которые необходимы руководителю, и я постараюсь следовать им. То полезное, что пригодится вам в дальнейшей жизни. Вот эта программа Microsoft Project точно пригодится. Глоссарий, методы оценки также пригодятся. Да и лекции, которые я бы сохранил себе, которые в начале каждой недели. Опишите то, что не следовало бы делать в будущем. Это могут быть ваши неверные действия, которые совершались по ходу изучения курса, возможные риски, которые вы осознали и будете их избегать. Не совсем поняла вопрос, что касается именно курса, то какие я совершала ошибки. Ну, восьмую неделю выполняла на самом деле не восьмую неделю. Если касается темы данного курса, я поняла, насколько важно планирование и структурирование информации и проектных работ в частности. Я задумываюсь даже о том, как это облегчает жизнь в бытовом смысле. Даже просто на компьютере все по папкам разложить. Мне кажется, я правда стало собраннее и мысли в голове лучше стали укладываться и по местам. В будущем я собираюсь шагать подальше от беспорядка и хаоса. Руководитель уж точно должен быть собранным, должен уметь вести дела своей рабочей группы или всей компании своего проекта по порядку, структурированно и аккуратно, что уж говорить о том, что он должен уметь планировать свой собственный день и свою жизнь. Ну, собственно, вот я могу еще зачитать отзывы, если кому-то интересно или какие-то жизненные истории, которые там происходили, которые пишут студенты. Ну, на этом пока что весь теоретический материал, который я подготовил, мы исчерпали. Если какие-то есть вопросы, то давайте мы позадавайте вопросы. Пока коллеги пишут вопросы, часть вопросов уже записана во вкладочке вопроса, я хочу доложить сообществу, что я тщательно посмотрел, что творит Александр Николаевич в своем онлайн-курсе. Напомню, что он разработал курс на портале Директ-Академия. Он автор, он вы видели, зарегистрировал права на курс в Ринце, он использует для своих научных и образовательных и профессиональных целей наш портал. Мы оказываем ему техническую, методическую поддержку, и мы видим, что у него очень хорошо получается, и вот он пожалуйста выходит к нам с предложением. Это предложение я хочу показать, вот вы можете скачать эту презентацию, вы можете получить сертификат участника, некоторые пока мы сейчас говорили, уже получили, я вот вижу, оплатили, мы снизили цену до 200 рублей в честь хорошего настроения Александра Николаевича, и во-вторых, Александр Николаевич предлагает записаться на его онлайн-курс как повышение квалификации, вот ссылочка здесь есть. Дело в том, что здесь, как вы заметили, он не только дает теорию, методику обучения вот этому проектному мышлению, он дает еще и технологию этого обучения в онлайн. Эта технология включает, как вы видели, оценку показателей компетенции, он компетентную модель реально использует. вот эти галочки отмечает наличие компетенции по каждому виду учебной активности. И я хочу передать все-таки слово обратно. Вопросы Александр Николаевич записаны в вкладке вопросы и подвести итоги, если вопросов больше нет. Давайте отвечу на вопросы. Вопрос. Коллеги назвали множество различных направлений проектирования. Вы будете описывать учебное или социальное проектирование или общие принципы организации? Я описываю в курсе общие принципы организации, потому что темы, которые там проходятся, они как раз касаются любых проектов абсолютно. Это постановка целей, формирование концепции, структуры работы, расписания и стоимости. Это то, что необходимо для любого проекта без учета какой-либо его специфики. Возможно ли свободное прочтение электронного ресурса, представленного вами в Ринс? Частично. В Ринс у меня есть электронный ресурс, там есть в PDF общее описание этого курса, есть ссылка на сам курс, вы можете зайти, он доступен в гостевом режиме, но в силу того, что он организован, так как я вам рассказывал, то есть вы должны какие-то задания выполнить, и тогда получите доступ к отчету, в гостевом режиме все задания вы не сможете выполнить, не сможете получить оценку, и, соответственно, пройти курс в свободном режиме нельзя. нельзя. И как на выходе измерить сформированность проектного мышления? Сформированность, я говорил, что, во-первых, можно сделать оценку компетенций, такая возможность есть в Мудле получить количественные оценки, вот, а чаще всего, вот, я приводил отзывы студентов, она измеряется субъективно, на основе самоощущения, самоощущения слушателя, которое он пишет в постпроектном анализе, то есть есть две, два способа, есть формальный способ получить какую-то оценку за ту или иную компетенцию, либо такой способ неформальный, по субъективному ощущению, по результатам своего постпроектного анализа, когда вы еще раз рефлексируете то, что прошли и смотрите, что у вас изменилось. Ну, все, я на вопросы ответил, дайте, если какие-то вопросы есть, еще я могу ответить. Ну, это не совсем вопрос, а интерес от Натальи Павловны, точнее, да, Наталья Павловна благодарит, коллеги благодарят. А, вот пожелания, тут плохо видно, пожелания от Валентины Фридриховны, предлагать свою трактовку ключевых понятий, например, проектное мышление, компетенция, ну, по-моему, мы это и услышали, что трактовки и авторам это четко видим, он сам формулирует. Сколько стоит обучение на курсе, когда начинается, спасибо, Ирина Гармайевна, до 10 января в ходе Рождества, Рождественских праздников стоимость составляет 2000, после будет равна 3000 рублей за курс Александра Николаевича. Начало обучения 1 февраля. Так что, пожалуйста, торопитесь, записывайтесь. Вы получите не только консультации по проектному мышлению, но и о том, как преподавать и практику, как преподавать именно в онлайн. Версия Moodle у нас 2.8, одна из стабильных, но у нас есть и резервная версия 3.2, они не имеют принципиальной разницы в части работы Александра Николаевича. Пожалуйста, каждый может получить практические навыки. Начинается именно первое число. Ссылочки на сертификаты Александра Николаевича и новые вебинары, вот, пожалуйста, я дублирую еще раз, еще раз отправляю вам. Многие уже стали оплачивать прямо сейчас. На сайте есть онлайн консультант, онлайн помощь, задавайте вопросы, сюда поможем. Больше вопросов время обучения и программу. Вот в этой ссылочке есть время обучения и программа. Давайте я вам еще раз дам. Александр Николаевич, озвучьте вы ответ устно. Да, Время обучения, видели, что формальное время обучения 8 недель. Да, на курсе. То есть там 8 тем, 8 недель. А в неделю, как правило, практика показывает, у студентов времени тратится немного, судя по их отчетам. То есть вполне реально. С 1 февраля набор на курс, как сказал Юрий Николаевич. набор уже сейчас. А начало обучения с 1 числа. Причем до 10 числа стоимость ниже. Как оплатить, коллеги, вот я сейчас даю ссылочку, инструкция на несколько вот, а вопрос студентам это ваш курс или кому? Оплатить инструкцию дал, как оплатить? Курс не для студентов, это курс для всех желающих. Просто для студентов я учу, потому что у меня есть несколько дисциплин, которые я преподаю, и поэтому туда зачисляю студентов на курс. А вообще, я уже говорил, что курс рассчитан на всех желающих, кто интересуется в учебе. Это курс для любых сотрудников, методистов, преподавателей, сотрудников любых образовательных организаций, частных учреждений, государственных учреждений, организаций, пенсионеров, студентов, школьников, для всех, кто хочет сам освоить этот метод, но с помощью Александра Николаевича. Хочу сразу сказать, что он будет следить за дисциплиной, будет смотреть, сколько вы раз входили или не входили, и напоминать, волноваться будет, ругать не будет, но волноваться за вас будет, напоминать будет, чем вам помочь. Он очень любит дисциплину. Давайте еще вопросы, коллеги. Оплатить можно через интернет любой платежной системой, независимо от того, в какой стране вы находитесь, вы получите доступ сразу же после оплаты. Вам придет логин и пароль на ваш адрес. Если у вас логин и пароль имеются, вы просто авторизуетесь. что-то такое тюнинг. Я не понял, о каком тюнинге ведет речь Людмила Сергеевна. настройки. Хорошо. Коллеги, я передаю заключительное, завершающее слово Александру Николаевичу, потому что вопросов больше нет, мы полностью очерпали нашу вопрос. Спасибо, коллеги, спасибо за то, что вы все пришли, за то, что проявили интерес к этой теме, к этой проблеме. Я постарался рассказать все, что на эту тему на данный момент у меня есть. Буду очень рад, если вам это все пригодилось, если вы запишетесь на курс, и если мы совместными усилиями будем дальше, совместными усилиями проектного сообщества, будем дальше продвигаться, совершенствоваться и открывать для себя новые горизонты. всем еще раз большое спасибо. Спасибо за ваше участие, я остановлю запись, всего доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok